ДОТА 2 Привет, Катя. Расскажи, как вообще ты дошла до косплейной жизни, как ты начала шить, крафтить, как вот все это пришло? Это было давно. Я была анимешницей. Клуб анонимных анимешников. Анимешников, да. И мои друзья меня позывали с ними косплеить. И я давным-давно, так как я была в этой тусовке, аниме, это так интересно, я подумала, почему бы и нет. И вот как-то так пошло-поехало. А у тебя был навык уже, как бы, кройки, шитья? Или ты его специально приобретала для того, чтобы на косплей? Нет, у меня вообще нет. У меня были уроки технологии в школе. Фартук шила, то есть, да? Мне помогала сначала мама, потом она сказала, что больше не хочется. И мне пришлось все самой. А какой был твой первый косплей? Это было что-то анимешное, да? Да, это была, грубо говоря, визуализация программы от Ямахи, голосовой, вокалоид называется. А я слышала, что это такое. Хацун и Мику, я знаю. Да, но я была не ей, да. Поняла, все. Ну, видишь, я осведомленная в вопросах аниме. Я бы не гордилась. А ты можешь вспомнить, когда ты для себя открыла Доту? То есть, соответственно, косплей на Доту? Так, для себя Доту я открыла в 2013-м, потому что мы постоянно играли по сети с ребятами в квиз. И летом все ребята меня кинули и пошли смотреть Интернешнл. Подумала, что же это за дерьмо такое? Я скачала, прошла обучение, оно было вообще ничем... Скачала и прошла Доту? Да, прошла обучение, потом я начала первую игру и понимала, что это вообще ничего общего с обучением не имеет. И удалила Доту. Потом, спустя, по-моему, год где-то, все снова пошли смотреть Интернешнл. И это уже осмысленнее стало на год целый. И уже начала как-то втягиваться. Мне очень понравилась идея того, что простые парни из деревни... Зарабатывают миллионы долларов. Идут к своей мечте, и Доту им это позволяет делать. Это меня вдохновило. Красиво. Что вообще себе представляет косплей? Я слышала мнение, не знаю, насколько оно популярное или не популярное, что это не просто нарядиться в костюме персонажа, но это еще как бы некий роллплей. В чем заключается роллплей? Типа ты оделась в Лину и такая шутки про ЦМ-ку, знаешь? Ну, когда я одеваюсь... Одеваюсь, да? Одеваюсь в Лину. Когда я надеваюсь в Лину. Как-то все-таки приходится перенять ее характер. По крайней мере, на фотографиях, когда там подходят работяги, сделать бич-фейс, что-нибудь в этом роде. А в целом... Ну, в основном это нужно больше для фотографий, чтобы человек, кто посмотрел, он такой поверил. Да, вот это Лина. А в каком образе персонажа тебе самой наиболее комфортно? С кем у тебя максимальное совпадение из доты? Ну, из тех, кого я сделала, наверное, Шторм. А вот почему так? Это вообще не женского пола персонаж. Что такого в нем? Он такой безумный. Я тоже безумная. И в этом вы совпадаете? Да. Ну, мне нравится. Он очень позитивный, улыбчивый. И мне не нравится играть тролль таких, типа. Любите меня. Мне нравятся такие рофла-челики. То есть инвокер не нравится тебе? Инвокер? Скорее нет. Скорее его сделала для публики. Потому что меня просили очень долго. А почему тебя тянет вообще на феминизацию мужских персонажей из доты? Потому что женских я практически всех уже переделала. А то есть только такой практический подход? Мне надоело. К тому же у мужских персонажей гораздо чаще более проработан костюм. Все женские персонажи, они более сексуализированы. Потому что мальчики играют в доту. И зачастую мне это надоедает. Это внимание к телу. И мне хочется сделать что-нибудь такое, типа, с кучей доспехов. Или максимально прикрытой. Расскажи, что ты делаешь на эпицентре. К сожалению, я буду снова в Лине. Как говорится, она меня бесит уже очень сильно. Получается, в самый первый эпицентр я была в том же самом костюме. Но сейчас я буду работать на стенде. И работодателю нужна была именно Лина. Вообще, на каких условиях приезжают косплееры на турниры? То есть это какое-то просто желание посетить турик, походить в косплее? Или организаторы нанимают их? Или какие-то рекламные функции? Я к вам, ты с ними приехала. Как это обычно происходит? Ну, соу-соу. Иногда бывает, что организаторы оплачивают и дорогу, и ставку. Что, грубо говоря, это как работа аниматором. Ты должен за эту ставку отработать. Но 90% своих турниров посетила за свой счет просто потому что. Потому что мне нравится атмосфера. Потому что мне нравится пить на автопатии. Можно ли вообще зарабатывать косплеем? Или в современных реалиях это просто реально такое хобби? Нет, это скорее уже сделан большой шаг по направлению к профессии, можно сказать. Ну, не то чтобы прям профессии в прямом смысле, но зарабатывать вполне реально. Зачастую я шью костюмы на заказ. По доте или нет. Делаю там какие-то доспехи на заказ. Помимо этого, работа на ивентах, она зачастую нужна. Если у тебя есть костюмы каких-нибудь популярных персонажей из доты, они всегда востребованы. А сколько в среднем стоит костюм? От 5 до 40. Ты имеешь в виду... Не, я надеюсь, что за 40 тысяч баксов еще не придумали костюм. Я имею в виду, ты говоришь о цене, за которую ты продаешь, или о цене, в которой он тебе обходится? Нет, о цене, в которой он тебе обходится. И от чего зависит вариация? То есть, если это просто... Ну да, от сложности костюма. Ткань все равно плюс-минус стоит дешевле, чем какие-то... Всякие доспехи, крафты, все это история. А какой самый дорогой костюм, который ты делала? На себя или на заказ? Дум. С которым ты, собственно, на эпицентре на конкурс поступала. Да, и продала его уже успешно. А как, знаешь, не привязываешь ты душой, как бы, к твоей работе? Нет, к дому я не привязалась. Он очень неудобный. Моя плоткостопие кричала от тех трех дней на копытах. Конкурсы косплея. Насколько это вообще частая движуха? И в чем ее профит? То есть, это реально там какой-то способ, опять же, струбить призовых денег? Или просто, знаешь, признание твоего таланта? Ну, да, скорее конкурсы, если воспринимать их серьезно, я воспринимаю их как часа дня через свое. Типа, я лучше. Типа, задушила раков. Что-нибудь в этом роде. По каким-то залетным слухам, которые доходят, то там турнирные организаторы ухудшают условия для косплееров. То, вот видишь, конкурсов меньше стало. И ощущение, что динамика-то отрицательная идет. Вот это так? Ну, будем честны, на доту-турниры люди в основном приходят смотреть доту. А мы уже как побочное развлечение где-нибудь там в зале вне игр, чтобы не ходить там по каким-нибудь стендам рекламным с гаджетами, как в магазине, чтобы там сделать фоточку. Но в любом случае, одна из причин, мне кажется, неподобающее поведение косплееров зачастую. А мы, грубо говоря, косплееры, которые недолго валятся именно в доте-тусовке, они понимают там современных реалий. Они приходят с аниме-фестивалей, где их облизывают, где им там все дают. И они королевы. Они пришли сюда королевить, в общем-то. И в чем заключается это неподобающее поведение? Они просто себя ведут как селебрити, много хотят? Или в таком ключе? Да. В основном это либо слишком много хочешь, либо из-за того, что люди со стороны, они не знают других людей, они могут нагрубить организаторам просто по незнанию. И это грустно. Грустно мне в первую очередь. То есть я примерно понимаю, что ты имела в виду, когда говорила, ранее писала, вернее, в Твиттере, что за ошибки единиц страдают все сообщества. Насколько вообще косплей-комьюнити сплоченное? То есть можно ли говорить в целом о комьюнити, или это просто небольшой кусочек доте-тусовки? Ну, скорее, это небольшой кусочек. Нас не так много, кто вот именно регулярно делает костюмы. У нас вообще единицы, кто ездит по турнирам за загнивающий запад или из загнивающего запада. Но на ESL, там очень часто конкурсы, там один и тот же костяк людей постоянно приезжает. У нас плюс-минус тоже, но большой поток новеньких, кто делает по каким-то там своим причинам, иногда даже не знает персонажей, не играя в доту. Видимо, первые эпицентры, это было, видимо, из-за призового пула, потому что очень большой для косплей конкурсов был. Но добра-добра, видимо, не ищут. Все пошло наперексяк. Есть ли какая-то иерархия, в принципе, об этом уже коротко начала говорить, какая-то иерархия внутри косплей-комьюнити? Что вот есть олдфаги, есть олдфаги, дедовщина какая-то? Нет, дедовщины нет. Плюс-минус все общаются друг с другом. Дружелюбно? Да. Ну, не всегда дружелюбно. Иногда бывают какие-то склоки и сплетни, но обычно они это все делаются за спиной, и ты потом узнаешь, потому что все все равно общаются. Это интересно. Вы знаете, что же там атмосфера какого-то условного конкурса красоты, где все там девушки-конкурентки, где люди там ломают ноги друг друга, подсыпают в пургет, в утренни кофе, а тут же тоже конкурс, конкуренция. Да, но никто не будет ломать тебе твой костюм, потому что это просто маветоном считается. За это можно получить огласку по всему именно косплей-комьюнити, не только по доте, а в принципе, и никто там с тобой дело иметь не захочет. Конец карьеры косплейной. Ну, не то чтобы конец, но так. Друзей ты подрастеряешь. Может быть, наши зрители не знают? Хотя обычно, знаешь, зрители, они могут не знать последний трансфер, но такие вещи они, как правило, знают. То, что Катя девушка Сергея Брагина, он же год. Это можно считать служебным романом? Мы познакомились. Ну, хотя, да, мы познакомились на турнире, но это было совершенно случайно. Я ненавидела тогда Virtus.pro всей своей душой. Я болела за Team Secret, потому что они тогда всех побеждали, и они выбили мою команду. Кто у всех побеждает, а за того Катя болеет. Мы с одним молодым человеком с NVIDIA договорились сделать фотосессию, что вот игрок сидит типа за компьютером, а персонаж сзади подсказывает, или вот что-то вот такое, как интерактивчик. Мы почему-то хотели тогда с Вегой, потому что, если честно, они тогда были аутсайдерами, а болеть за аутсайдеров тоже приятно. Типа, можно болеть... То есть, контраст такой. Ты либо болеешь за темных лошадок, либо за... Ты болеешь за топ-команду, и ты говоришь, ну еще болеешь за аутсайдеров, и никто не обвинит тебя в том, что ты глор. Это, по-моему, отличная схема. Да и к тому же там Соло, он добрый парень, хороший. Нет, мы тогда с ним еще не были знакомы. Но, к сожалению, вся Вега куда-то ушла, и остался один Сережа. И нам этот молодой человек возвращается, говорит, вот есть Виртуз, пробуйте с ним. И мы шли и думали, только бы не лил. Только бы не лил. Осторожно, можешь ходить здесь. Только бы не ходил. Но там был Сережа, он был супер-аутягой, он не произнес ни слова вообще. За время фотосессии? Он просто сидел, мне кажется, и дрожал. Боже, женщины. А мы еще тогда были в Квапее, в Венге. Боже, вызывающие где-то женщины. Я смутно припоминаю, на самом деле, эти фотки. Но они получились не очень хорошими, поэтому они разлетелись. А потом на автопати он стоял как осинка один, и мы туда тоже пришли. Это была очень странная автопати. Нас туда сначала не хотели пускать, потому что игроки попросили, чтобы их никто не беспокоил. А мы туда пришли, а там куча женщин, 7К и ММР в платьях длинных. Мы такие, ну ничего себе. И типа и вход просто женщинам бесплатный был. Закрытая автопати. А, она еще называлась Вечеринка миллионеров. Да, это жестко. Да, это было супер смешно. Я просто представляю, там женщины приходят, типа, ну Вечеринка же миллионеров, там такие аутяги стоят мамины. Компьютерные игры. Ты туда не туда кликнул. А нет ревности? Вот я просто ставлюсь на место мужчины, у тебя то фотосессии в откровенных костюмах, то ты в откровенном костюме приходишь на ланг, тебе подходят подростки, трогают тебя за талию для фотки, а там еще, не знаю, мало ли что может случиться. Нет, ну мы с Сережей договорились, что, допустим, клопу я надеваю только на фотосессию с ним и больше нигде не нашу, потому что она слишком открытая. Вот что ты по мужским персонажам-то пошла, как бы, все ясно. Ну, да, все максимально закрыто. На самом деле он очень хорошо относится к моему хобби, он даже подсказывает мне персонажей, и вот он подсказал мне персонажей для косплея на Интес, если там будут конкурсы, я туда поеду. Ну это инсайт. Да, это будет Виномансер. А, так же не... Да, это жестко, слушай, это реально жестко. В каком сете? А, Acid Hydra. Где там есть ручки. Я поняла. Это в трех цветах есть. Да. В каком будет? В розовеньком. Расскажи какой-нибудь прям жесткий случай, просто у меня, у моей приятельницы был случай, она талант киберспортивный, и у нее был случай, что к ней подошел фоткаться мальчик, маленький, вот такусенький, на турнире. Она согласилась, и он вот протянул ручку наверх, обнялась за талию, и сказала, что ты вроде нормальная телочка. Вот у тебя были такие случаи? Не, ну прям такого не было. Бывает, когда, если я в корсете, то ко мне подходит фотографироваться исключительно вот так вот, и все фотографии стоят вот так вот, типа, незаметно. Я не... как будто я этого не вижу. А именно не на турнире был очень неприятный случай, это была на Игромире, я была в Темпларке, там был такой закрывающий все шарф, и ко мне просто подошли челики, вот так вот его убрали, и быстро все сфоткали и убежали. Я такая, ну, молодцы, ребят, время это зря не теряют. Но в целом, дота-публика, она плюс-минус воспитанная в реальной жизни, потому что в интернете там вообще абсолютно что-то нечто творится, но в жизни тебе никто никогда не подойдет и не скажет ничего плохого. Наоборот, все люди подходят, поддерживают или говорят, вау, какой клевый костюм, все такое. Круто. Ну, напоследок, по традиции, приветы, пожелания. Привет, Сережа. Смотришь это из дома. Я даже не знаю. Это ты сейчас самоутверждаешься? Так, Сережа, ты смотришь это из дома, а я на эпицентре. Да, да. Даю интервью. Привет моим подписчикам. Спасибо, что вы подписаны до сих пор на интернете, что я долго ничего не делаю. Маме? Мама будет всегда рада. Наверное, все. Мама будет рада услышать, как ты ходишь на автопатии за бесплатной выпивкой. Привет, мама. Мама знает. Спасибо тебе большое, Катя, за интервью. И спасибо вам, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш канал и ждите еще больше контента Суперцентр Эксель. Суперцентр Эксель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова